Мы на месте. Мы приветствуем Марию, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Марии и под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марии, находит все. У нее стоит конструкция внутри какая-то, очень тонкая и по всему телу. Сканер пока работает. У нее гуманоид. В клетке? Да. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Марию, выведи эту подключку, эту голограмму, конструкцию, которая стоит в ее биополе, вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и сформируй это все в шар перед ней. У нее эта конструкция, она очень тонкая такая. Во-первых, она бледная сама по себе, во-вторых, очень из тонких таких линий создана. И в середине у нее место такое, как для эмбриона какого-то. Там что-то есть. Сканер все это выводит. Откуда ты гуманоид? Серьезно. Почему ты напои, отправляя в клетку тюрьму? Что это значит, твое нападение на Марию? На эмбрион показывает. И что это значит? У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе или что, для твоих экспериментов? Мне не нужен контракт, это конструкция на несколько месяцев. И что это правда? Этот эмбрион развивается три месяца. И что дальше из него будет? Через месяц я заберу его. И что дальше будет? Не понимает вопрос. Зачем ты это делаешь? Что ты с этим эмбрионом собираешься дальше делать? Чей это эмбрион получается? Хуманоидный, но выношенный человеком в его биороботе. С теплыми энергиями. Да ты думаешь... Огромляющие места, где он рос. Сколько ты находишься в этом биополе? Начнем с этого. Два месяца. Как ты мог пробить ее защиту? Сверлом. То есть ты просто просверлил в ней своим сверлом? Он показывает, что он просверлил очень тонкие места, куда вставил вот эту конструкцию. Дальше запустил какую-то массу, которая начала развиваться там два месяца назад и расти. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Марии спроекцировать все энергетические и сферические каналы гуманоиду его конструкции. И этим энергиям, которые находятся в клетке, даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марии. Усилие потоки в 100 раз. Все идет назад. Готово. Устанавливай фильтры с золотой сеточкой на эти каналы. В порядке реверса Мария забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что на ее частоте находится, забираем назад по праву. Готово. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас Марии на частоте гуманоида его конструкции. Не осталось ли что-то, что мы еще не заметили? Если находишь, выводи это все, отключай полностью. Но подключик не осталось, а мелкий, какие-то энергии он зажигает. Все правильно. Отлично. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Марии с гуманоидом и его конструкцией. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая Марии внутренний белый свет, этим светом она выдавливает остаточные энергии на частоте гуманоида и конструкции. Все, до 100% выходит, формируется в шар, что еще не вышло. Небольшой вышел шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Двину команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Али на связи. Приветствуйте, Али. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь какой-то новый случай. Гуманоид Сириуса 2 месяца сидел, просверлил ее защиту, выращивал в ней эмбрион. Все это находится в клетке. Забираем его и эмбрион тоже. Скажи, пожалуйста, как она могла избежать этой подключки? Могла ли она вообще избежать этого сверления гуманоидом? Она здесь сильным должен быть, чтобы избежать. Она пока не могла. Понятно. Хорошо. Не только духом. Знания должны быть и развитие, понимание, понимание структуры и того, что происходит. Она справится со временем, я уверен. Благодарю тебя, Али. Что делать с этим? Забираешься? Конструкции тоже? Да, эмбриона забираю. Эмбрион. Хорошо. Готово. Хорошо, Вера. Клетка пустая? Да. Давай заправим энергию, Марию. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 390 и 26. На счет 3 макушку головы Марии начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 390% каждой. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Мария, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Я в шоке, что такое может случиться. Я сейчас хорошо чувствую. Что мне делать? Как мне? Выставляйте изнутри железобетонную защиту своим стержнем. И давайте команду, что ни одна сущность не может пробить вашу защиту. Визуализируйте себя в этой защите, исходящей изнутри, из вашего стержня. И укрепляйте ее своим намерением. Выставляйте меркабу и укрепляйте ее своим намерением. Вам не хватило просто немножко сил, чтобы с этим справиться. Ну и технологии у них, конечно, серьезные. Но вы вполне в состоянии были сами сжечь этого гуманоиды, силы своего намерения и своими энергиями. Со временем это придет. Развивайтесь, работайте. Смотрите наши видео. Мы вам очень рекомендуем, если вы можете их понять. Потому что там все, в принципе, повторяется. Хорошо. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Марии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...